Всем привет! С вами Puzzle English, и я Оля. Надеюсь, у вас хороший аппетит, потому что сегодня мы разберем 7 британских блюд, акцентируем внимание на разговорной лексике, и поможет нам в этом актриса Флоренс Пью. Флоренс собирается съесть кучу британской еды. И это полезная разговорная форма, когда нужно обозначить какое-то большое множество предметов. Приглашаю вас к столу, и начнем с первого блюда. English breakfast. Английский завтрак. Отличительной особенностью английского завтрака, English breakfast, является обязательное наличие английских сосисок, English sausages, и яичницы fried eggs, в частности sunny side up, дословно солнечной стороной вверх. Остальные ингредиенты опционально. Надо отметить, что на британских островах очень популярны сосиски, их насчитывают более 400 видов. На сленге они называются bangers. Это разговорный термин, используется с середины 20 века, потому что в те времена сосиски имели свойство лопаться во время приготовления с характерным резким звуком bang. Одна из разновидностей bangers это black pudding. Кровяная колбаса, темного цвета, поэтому black. Обычно она делается из свиной крови, жира и овсяной муки. Второе блюдо на очереди это скотч-эг, яйцо по-шотландски. Для приготовления скотч-эг используется вареное яйцо, boiled egg. Если нужно уточнить, что яйца вкрутую, то добавляем слово hard, и получается hard-boiled egg. Яйца покрывают слоем свиного фарша, его еще называют sausage, потому как он обычно идет на изготовление сосисок. И сверху панируются хлебными крошками. Bread crumbs. Соответственно, панированный будет breaded. Смена блюд, на очереди корнуэльский пирожок. Cornish pasty. Thank you. What is that? Cornish pasty is usually a meat-filled pasty, puff pastry. And I think it was invented by cornish miners or builders. Как вы, вероятно, догадались из контекста, слово pasty означает пирожок. Корнуэльский пирожок делается из слоеного теста. Puff pastry. В качестве начинки обычно используется смесь мяса и овощей. Он компактный, он очень сытный, поэтому Флоренс выдвинула предположение, что корнуэльские шахтеры или строители придумали его, так как удобно брать с собой на работу. Возможно, вы слышали название следующего блюда. Это пастуший пирог. Shepherd's pie. Он представляет собой запеченное блюдо, где нижний слой – это фарш, исконно из мяса ягненка. Верхний – картофельное пюре. This is a shepherd's pie. Когда в следующий раз вы будете готовить или есть картофельно-мясную запеканку, можете смело назвать ее shepherd's pie. Следом за пастушьим пирогом у нас в меню fish and chips. Горячее блюдо, состоящее из жареной рыбы в кляре, обычно это треска или пикша, подаваемый с картошкой фри. Только у британцев она называется chips. Закусочный, специализирующийся на fish and chips, на современном британском сленге, называется chippy. И в некоторых можно прийти со своей рыбой и вам ее приготовят во фритюре. Следующее блюдо британской кухни – steak and kidney pie. Это разновидность пирога с начинкой из говяжьего стейка – steak pie, с добавлением нарезанных кубиков к говяжьей или овечьих почек – kidney. Лоренс, правда, назвала пирог со стейком и элем, и в этой оговорке заложен секрет – мясо маринуется в эле, чтобы придать блюду богатую, характерную насыщенность, вкус и аромата. With a bit of mash – с небольшим количеством пюре. Здесь mash – разговорная форма, сокращенно от mashed potato – картофельное пюре. Последнее на сегодня – bubble and squeak. Так называется жаркое из капусты и картофеля. Название блюда, предположительно, происходит от звуков, издаваемых при обжаривании ингредиентов. Bubble – это булькать, squeak – это пищать. Лоренс расскажет суть блюда. Ключевое слово, если вы задумаете готовить его, это leftovers – пища, оставшаяся несъеденной по окончании трапезы, которую сохраняют для последующего использования. Итак, мы немного познакомились с британской кухней, узнали о таких блюдах, как Теперь можно и поесть. Пробовали ли вы что-нибудь из сегодняшнего списка? Или вы знаете другие британские блюда? Поделитесь в комментариях. Всем приятного аппетита! Пока-пока!